МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробно продолжает эфир телеканала 24КЗ. Здравствуйте! В Бразилии завершился трехдневный траур в связи с трагической гибелью кандидатов президента страны Эдуардо Кампоса. Политик, еще шесть человек, разбились в результате крушения частного самолета. Авиакатастрофа произошла вблизи города Сантос. Основная версия крушения лайнера – ошибка пилотов. Эдуардо Кампос – бывший соратник действующего президента Бразилии Дилмы Руссов. Из-за трагического инцидента Руссов отменила все мероприятия в рамках предвыборной кампании, которая сейчас в самом разгаре. По возможным изменениям политических раскладов в связи с этой трагедией, а также истории других громких авиакатастроф, в которых погибли видные политические деятели, сегодня в программе подробно. Кампос придерживался левых взглядов, но при этом был ориентирован на поддержку бизнеса. Он возглавлял северо-восточный штат Пернамбуку, планировал выставить свою кандидатуру на выборах президента Бразилии и считался одним из основных противников Дилмы Руссов. По данным опросов, за него были готовы проголосовать около 12% избирателей. Гибель Кампоса может существенно повлиять на перспективы второго срока Дилмы Руссов. Более 10% потенциального электората – серьезная сила, но эти избиратели вряд ли перейдут на сторону действующей главы государства, рейтинг популярности которой за прошедший месяц и без того рухнул до рекордно низкого показателя из-за неудачного выступления сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира по футболу. Бразильская трагедия заставила вспомнить о других громких авиапроисшествиях, жертвами которых стали представители политической элиты. 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Смоленска потерпел крушение польский борт номер один. В катастрофе погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в том числе Лех Качинский, его жена, видные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Это крупнейшая по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибли первые лица государства. По результатам расследования все системы самолета до столкновения с землей работали нормально. Главной причиной крушения лайнера признаны неверные действия пилотов, допустивших неверный маневр в условиях плохой видимости. 17 августа 1988 года смерть настигла в небе президента Пакистана генерала Зия Ульхака. Вместе с ним летел ряд высших офицеров пакистанской армии, а также американский посол в Пакистане Арнольд Рейфилл. В ходе расследования на поверхности обломков лайнера было обнаружено присутствие следов взрывчатки. Следствие пришло к выводу, что Зия Ульхак погиб в результате теракта. 26 февраля 2004 года в авиакатастрофе погиб руководитель Македонии Борис Трайковский. Президентский самолет, находившийся в эксплуатации более 30 лет, упал в 10 километрах от боснийского города Мостар. Вместе с Трайковским погибли 6 человек из его окружения и 2 члена экипажа. Специальная комиссия признала, что авиакатастрофа была вызвана ошибками экипажа, допустившего столкновение воздушного судна с горой. Чаще всего воздушные аварии с гибелью первых лиц государства происходили в Африке. 5 апреля 2001 года в авиакатастрофе погибло военное руководство Судана, полковник Ибрагим Шамсудин и еще 13 высокопоставленных военных чиновников. Летом 2005 на границе того же Судана и Кении разбился вертолет, на котором летел первый вице-президент и лидер Народной армии освобождения Судана Джон Гаранг Демабиор. 15 февраля 2001 года недалеко от столицы Чада, Нджамены, разбился самолет правительства республики Чад. Погибли генеральный секретарь администрации президента страны Абдер Ахман Дади и министр развития Чада Али Ахмед Ламинэ. В это время в стране проходили выборы, но из-за трагедии они были перенесены, что впоследствии привело к свержению действующей власти. Но самое серьезное влияние на дальнейшую жизнь сразу двух стран произвела авиакатастрофа 1994 года. Самолет, на борту которого находились президенты Танзании и Руанды, на подлете к аэропорту столицы Руанды Кигали был сбит из ПЗРК. Все пассажиры и экипаж самолета погибли. В ту же ночь начались массовые убийства представителей народности ТУТСи, которых обвинили в теракте. От судьбы не уйдешь, но беречь себя нужно. Напоминаю, что все наши программы вы можете посмотреть и обсудить в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин